Утешепель в душе истины, и живи в детстве, и все исполняй сокровища благих. И жизни подателю, иди в силе сомны, и очистины от всяких скверных. И спаси, блажен души наши. Господи, благослови наши занятия. В эти дни Великого Поста умели нас. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Своих. Благослови нас. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Коринфянам, Святого Апостола Павла, 15 глава, 25-26 стихи. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги своих. Последний же враг истребится в смерть. Толкование. Толкование. Поскольку сказал, что он упразднит супротивные силы и поставит трофеи, а как кто-нибудь мог усомниться и сказать, быть может он ослабеет, покуда все это сделает и не сможет исполнить это, то говорит, что он не ослабеет. Но ему должно царствовать, то есть вести себя как царю и как сильному, доколе покорит врагов и последнего из них в смерть. Ибо кто покорил дьявола, тот очевидно покорит и дело его в смерть. Из чего же было видно, что она покорена, если она не выдаст тела, которыми овладела? Ибо тогда, собственно, будет она побеждена, когда и добыча ее будет расхищена. И так, услышав, что он упразднит всякое начальство и власть, не бойся, что он ослабеет и не сделает всего. Он сделает все, царствуя и управляя войной, доколе покорит всех. Видишь ли, что слово доколе поставлено не для уничтожения того, что после сего, но по причине, о которой сказано. Ибо, говорит, царство его пребывает и не ослабеет, доколе он устроит все. Тем более, пребудет оно после того, как он устроит все. Ибо царству его не будет конца. Григорий же Богослов говорит, что здесь царством называется то, что он производит подчинение и поставляет нас под свое владычество. Почему, когда мы покоримся ему, такое царство его, то есть старание и деятельность и подчинение нас ему прекратится. Ибо как строитель, да то ли занимается строением, доколе наложил крышу, а после прекращает дело стройки, так и сын царствует, то есть устрояет в нас свое царство, да то ли, доколе мы сделаемся его подданными. У кого есть вопросы? Вот здесь в толковании сказано, что дьявол, как бы, заведует смертью. И в то же время мы знаем, что все в руках Божьих. Как вот это вот сопоставить? Ведь Господь же наказывает и спасает. А дьявол, а здесь вроде как дьявол наказывает, то есть смертью. Прерогатива дьявола. Как вот это вот сопоставить? Или дьявол действует по поручению Бога, то есть у него такая грязная работа, или что это? Как вот это понять-то? Кто может объяснить? То есть дело его, дело дьявола, смерть. Но мы знаем, что Господь смертью наказывает, и потоп навел, и не дьявол, а Господь во времена потопа. И на суде он будет отправлять, отойдите от меня, проклят, и выбросьте его вон. Но опять же он обращается же к слугам, может быть, это вот и слуги дьявола эту работу делают-то, которые смертью наказывают. Хотелось бы поподробнее узнать. Может, и не надо этого и знать. Игнать Тихонович, что-нибудь сможете пояснить? Ну тут пояснять, что дьявол побежден. Но на время ему дана вот эта власть и выполняет то, что Господь допускает. При его силе, как Серафим Царовский говорит, одним когтем может землю перевернуть. Но однако даже войти в свиней без дозволения Божьего он не может. И поэтому, чтобы было все естественно, по воле свободного человека, милитаристский дух Ахава вожжег сатана. Ибо на небе был совет, как увлечь Ахава на погибель, чтобы он пошел в другую землю и там сложил голову. А кто его убил? Бог сделал это. Но смертью сегодня владычествует он, дьявол. Ему дана эта власть, потому что он есть человек-убийца и лжец. Вот об этом и говорится в послании к евреям, 2 глава 14 стих. И как дети, причастные плоти и крови, то и он, Иисус, воспринял он ее, дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Держава смерти у дьявола, и ему дается, как на короткой цепи, сделать то, что дозволено. Вот и все. Благодарю. Ну, я примерно так и понимал, да. Можно, всех приветствую, можно ли тут вот тоже сказать, что это как смертью смерть поправ, вот в пасхальную, когда воспевают Иисусе во гробе живого. Смертью смерть поправ, это вот тоже можно отнести, это да? Оно так и говорится, дабы смертью своею лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Это прямо из этого стиха. К евреям, 2 глава 14. А, все, спасибо большое. Благодарю. 1 Коринфянам, 15-27. Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Прошу прощения. Толкование. Толкование. «Чтобы не почли сына каким-нибудь иным началом нерожденным. Посему все относит к отцу, говоря, что он покорил сыну врагов. А как он писал пеленам, у которых была молва, что Зевс восстал на отца, то говорит, что сыну все покорено, кроме отца. Ибо он-то и покорил сыну все прочее». Вопросы. 1 Коринфянам, 15-28. «Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». Толкование. 1 Коринфянам, 15-28. «Дабы кто не сказал, что хотя отец и не покорил сыну, однако сыну ничто не препятствует быть сильнее его. Сполна разрушает такое предположение и говорит, что и сын покорится отцу, показывая полное единомыслие сына с отцом. «Посему знай, что отец есть причина и источник всей силы для сына, и что сын не есть какая-нибудь иная сила, противоположная отцу. Если употребил выражение более смиренное, чем следовало, то не удивляйся, ибо Павел, когда хочет уничтожить что-нибудь с корнем, обыкновенно употребляет усиленные выражения. Например, желая доказать, что верующая жена, живя с мужем неверующим, не терпит вреда, он сказал, что неверующий муж освящается женой». 1 Коринфянам, 7-14. «Не то он говорит, что муж, оставаясь неверующим, делается святым, но усиленным выражением показывает, что верующая не терпит никакого вреда. Так и здесь, именем покорения с корнем разрушается лукавый помысел, который мог явиться у иного о том, что сын может быть сильнее отца, если он может совершать столько дел». Григорий же Богослов говорит, что сын, усвояя все наше себе и наше подчинение, почитает своим. «Ныне мы противимся Богу, неверующие тем, что не признают Его, верующие тем, что многие работают страстям, и посему-то мы не покорены. Но когда одни признают того, кого ныне отвергают, а другие мы отстанем от страстей в жизни сей, тогда без сомнения можно сказать, что сын покорился. Ибо приняв на себе лице человечество, он вменяет наше себе, «Дабы все было в зависимости от отца, дабы никто не думал, что есть два начала, безначальные и раздельные». Ибо когда враги будут под ногами сына, а сын не противится отцу, но как прилично сыну покоряется отцу, тогда, конечно, Бог и Отец будет все во всех. Некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего, означается прекращение зла. Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех. Тогда не будут уже многие из нас вдаваться в нечистые побуждения и страсти, не имея в себе ничего божественного или имея оного мало, но все будем богоподобны, все будем вмещать в себе Бога и только Его. Ибо Бог будет все для нас, и пища, и питье, и одежда, и помышление. Вопросы? Можно вопрос задать. Эти слова относятся уже ко всем верующим, которые будут с Господом на небесах? Или же это тоже можно усмотреть и здесь, на земле? Это пророчество на будущее? Или же это как быть? Вот Евангелие от Иоанна в 17 главе Иисус говорит о учениках в молитве. Он говорит, я и отец один, и так как тоже, что да будут едины, как мы едины, там много о единстве, я там говорю в 17 главе, то какое время здесь касается? Будущее или настоящее, или период в церкви? Как вот тут разобраться? Спасибо. Желающие ответить? Есть? А в вопросе... Слышно меня, да? Да, слышно. А в вопросе период церкви, вот этим, кто спрашивал? Какой период церкви? О чем речь идет? Непонятно. Ну, я думаю, что... Я хотел спросить, это вот сейчас период новозаветной церкви, это вот касается новозаветной церкви, период новозаветной церкви, или это в будущем касается, вот когда мы умрем, и потом пристанем пред Богом, и будем на небесах? А в какой период это договорится, вот о единстве? О единстве вот в этом тут? Или только Иисус и Отец? А церковь как тогда, как верующая? Вот тут так, что-то не понимаю, можно объяснить? Спасибо. Ну, я начал, можно скажу? Давай. Ну, Господь сказал, когда апостолы сходили на проповедь, и Он говорит, ну, там, говорит им в частности, «Сея видел сатану, спадшую с небес, и Он просил меня, чтобы я рассеял вас, как пшеницу, но не, как бы, к этому Петру, а обратишься ко мне». То есть, это с самого начала единства церкви, даже тут никаких периодов нету, церковь, она у нас общая, просто есть воинствующая, которая здесь на земле, и есть торжествующая, которая на небе. Ну, а так как святые ждут нас, и, как говорится, молитвы праведников убиенных, кровь их вопиет к престолу Божьему, церковь, она всегда едина, есть и будет. Мы все вместе, если будете молитву обращать ко святым, вот вы и присоединились к церкви. Но об этом говорит нам сон праведников, это евреям 12-й глава 1-й стих. То есть, твое мнение, Игорь, что вот это пророчество, еще раз прочитаю, 28-й стих, «когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Сказано, в том числе и о сегодняшнем дне, о сегодняшней новозаветной церкви, то есть, Бог все во всем, то есть, греха нет. Ну, здесь еще один момент есть, Ориген говорил, что все во всем, это значит, что Бог якобы простит грешников. Когда-то там, как-то это будет, но это, именно изречение Оригена было признано еретическим, и все вот эти вот его высказывания, все вот эти, где были его книги, они были не просто убраны, а уничтожены. Ну, кое-где осталось, поэтому мы знаем это высказывание. Ну, вот так, но Христос не говорил этого нигде, что будут прощены грешники. Поэтому я считаю, что разговор идет все во всем. Это о людях и о том, что Господь нам даровал при притворении земля-неба, но все это будет новое, там животные и так далее, и так далее, все это будет едино, и никто не будет претензий выставлять к Господу. Ну, это так, как бы, говорю по-народному. Ну, вот здесь Блаженный Фифилак вот так вот говорит. Некоторые же говорят, то есть впереди он говорит, тут некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего означается прекращение зла. «Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех». В Новозаветной Церкви грех есть, несомненно, есть Церковь Святая непорочная, но чтобы все не было зла, я думаю, что все-таки это пророчество относится когда мы умрем, когда уже будет второе пришествие. Но опять же написано, что Рожденный от Бога не грешит, то есть в нем нет уже, Бог, он в нем пребывает. И Церковь тоже Святая непорочная. То есть тут спорный такой вопрос. Одни могут склоняться, что да, это действительно только о будущем, другие могут говорить, что это и о будущем, и о настоящем. Кто-то может сказать, что это только о настоящем. Поэтому давайте узнать, конечно, впрочем, как он вынесет на этот счет. Тут прямо дается ответ, я не пойму, почему вы его обошли. Вот досчитал, и дальше, тогда, речь вот о будущем, вот о чем сейчас ты говорил-то, когда закончится мировая история, тогда не будут уже многие из нас давать все нечистое побуждение страсти. То есть влечения ко греху не будет, обновленный весь мир будет, не имея в себе ничего божественного или имея он его мало, который сейчас есть. Но все будем в будущем богоподобны. Все будем, а не то, что в прошлом было или сегодня, вмещать в себе Бога и только Его, и ничего больше. Это вопрос даже его ставить не надо, когда прямо говорится. А вопрос о том, что в церкви грех есть или нет, церковь чистая, непорочная, греха в ней нет. Это, вот это надо твердо держать. А как же все мы много согрешаем? Понимаете, этот вопрос для православных практически кощунственный вопрос. А то, спросить, а согрешал ли Серафим Саровский? Да он сам о себе говорит, когда Дух Святой меня покидал, я согрешал, я ошибался. Это же говорит Иоанн Кроштадский. Все мы много согрешаем. Можем говорить вообще о человечестве, или только о тех людях, которые Бога не знают. А мы все согрешаем или не согрешаем? Верующий не грешит. Речь идет умышленно. Тяготение к греху. Нет, он побежден. Да может ли это быть? Это на практике доказано. Совершенно невозможно простить, прощают. Невозможно победить, побеждают. так как человек все-таки церковно согрешает. Согрешает здесь на мистическом уровне, он как бы выходит из двери. Это запредельно. В церкви греха нету. Она написана свята и непорочна. А если согрешает, это момент, когда человек отдаляется от Бога. Выходит как бы за дверь церкви. Это вне церкви. Почему в церкви и поставлены эпитемия? Сегодня все перемешалось. А как же так? Она обор делает и вот такое это за пределами церкви. Она на 10 лет должна быть отлучена. Вот пример. И даже тут вопрос так нельзя. А где касается догматики, вообще вопросов никаких не задевать. Сразу переходить дальше. Этого понять нельзя. Здесь над нами будут смеяться мусульмане особенно. Вот вы с сыновьями то запутались, как они говорят сотоварищи. У Бога нет сотоварищей. Монотеизм. И они не знают, что Бог есть троица. Ну а покориться когда? Покориться с телом или вместе? Он только с телом теперь Бога человек. Единая, нераздельная, единосущная троица. А как написано для нас, чтобы было понятно? Этот вопрос никак нельзя ставить. Но чтобы не возникали мысли, что и Отец ему покорится, он это как раз и объясняет. Глупые мысли выбросить из этого. Прочитал это место, нужно переходить дальше. На нем нельзя останавливаться даже. 1 Каифеном 15-29 Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Толкование. Иритики, маркианиты, когда у них кто-нибудь умрет без крещения, скрывший кого-нибудь живого, под одром умершего, подходят к одру и спрашивают умершего, желает ли он креститься? Крывавшийся под одром, отвечает оттуда, что желает, и таким образом его крестят вместо умершего. Православное. когда их обвиняют в этом, они в защиту свою говорят, что апостол так сказал и приводят безумные это изречения. Но это не так. А как? Желающие креститься все произносят символ веры, а в нем есть и такие слова верую в воскресение мертвых. И так он говорит поверившие будущему воскресению мертвых тел и в такой надежде крестившиеся, что будут делать, когда они обманулись? Зачем же наконец и крестятся люди ради воскресения, то есть ожидания воскресения, если мертвые не воскресают? Вопросы? 1-й крифон 15-30 Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Толкование. Если вы не принимаете за доказательство воскресения словесного исповедания, которое совершают крестящиеся, то вы имеете свидетельство и в делах. Ибо все мы апостолы постоянно бедствуем. А если бы не было воскресения, то из-за чего бы мы терпели бедствие? Для какого удовольствия? Ибо если иной решится на бедствие и счиславие, то решится однажды. Но ежечасное терпение бедствий, как мы терпим, служит величайшим доказательством уверенности в воскресении. Вопросы? То есть у коринцев были люди, которые не верили в воскресение мертвых. И вот апостол Павел и повещевает. И вот этот стих, конечно, трестатый действительно является мощным доказательством. А с чего ради? если мы не верим и если его нет. А с чего ради тогда над мертвым вот эти обряды юридические совершают, если нет? То есть все доказывает, что воскресение есть, и оно будет. И вера в это есть. Что же вы усомнились? Идем дальше? Или у кого-то есть вопросы? Игнать Тихонович? Тут вот какое дело. Есть такая песня поется там «Мне бы к дубу прижаться». Но бывают и женщины как дуб крепкие. Так вот, кто хочет убедиться в этом, вот закончим мы сейчас занятие. Вы зарядите в гугле «Орловский Кирилл Прокопьевич». Орловский. Не пожалеете. И дальше будет еще фильм «Председатель». Потом уже посмотрите. его играет как раз Ульянов Михаил. И вот здесь говорится, что он делал. Коммунист, ничего не веря. Был герой Советского Союза и герой социалистического труда. И что он делал в Испании, где воевал, переходил только границу 70 раз. Поварусь, даже невозможно, чтобы человек без веры это делал. Да, бывают вот такие индивидуи. Павел говорит вообще обо всех. Но бывают такие исключения. И с ним надо познакомиться. Он сделал, уже когда ему оторвало руку правую, а на левой только два пальца осталось. И в таком виде он уже был комиссован. И он добился, чтобы письмо его попало Сталину. И первый колхоз Белоруссии среди разрухи после отступления фашистов сделал миллионером. Просто надо увидеть и даже фильм посмотреть. Не пожалеете, чтобы мы познали, что нам намного это легче сделать. У него не было никакой веры, совершенно не было. Но сделал такое дело, что редко верующие делают. И притом это делал для того, чтобы родина наша была другой. Люди жили хорошо, но ни тем ли более мы должны собой жертвовать. Он даже родного брата из колхоза поставил выгнать. Развалюхи, коров не могут поднять. Все поднял на ноги. Вот это нам особенно близко. И войну одновременно двух генералов уничтожил. У немцев. Даже поверить невозможно, что это все на долю одного человека. Так что тут есть исключения небольшие. И притом нам полезно их знать. Орловский Кирилл Прокофьевич. 1 Коринфянам 15 31 Я каждый день умираю. Ведетельствуюсь в том похвалою вашего братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. Толкование. В словах подвергаемся бедствиям стих 30 указал на бедствие. А здесь выставляет еще нечто большее. Именно ежедневную смерть. Как же он умирал каждый день? Своей решимостью и готовностью к этому и перенесением таких бедствий, которые влекли за собой смерть. Свидетельствуюсь в том похвалою вашей, то есть свидетельствуюсь вашим успехом, которым я хвалюсь, ибо успех учеников составляет похвалу для учителя. Притом, простите, потом, относя это ко Христу, говорит, которую я имею во Христе Иисусе, ибо это его дело, а не мое. весьма мудро напоминает им об этом. Как успехом вашим я хвалюсь, так покроюсь стыдом, если вы до конца пребудете в сомнениях и не уверуете в воскресенье. 1 Каинфина 15.32 По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают. Ставим есть и пить, ибо завтра умрем. Толкование Сколько, говорит, возможно, для людей я боролся с зверями, но что из того, что Бог исхитил меня из беды. Как мне польза, если нет воскресения. Борьбой со зверями называют борьбу с иудеями и серебряником Дмитрием. Об этом читаем книги Деяний, 19-я глава, 23-й, 24-й стих и далее. Ибо чем они разнились от зверей, если мертвые не воскресают и не будет там блаженства, то будем по крайней мере наслаждаться благами здешней жизни, будем есть и пить, ибо в этом только прибыль. Привел эти слова из порока Исаии 22-13 в посмеяние над неразумием тех, которые не признают воскресения. 1-й коринфянам 15-33 Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Толкование Обращает речь на увещание, между тем прикровенно обвиняет их в безумии и легкомыслии, ибо это выражает словом не обманывайтесь. Добрыми же нравами называет нравы легко сдающиеся на обман. Показывает вместе и то, что их другие увлекают в такие рассуждения. Вопросы? Вот не обманывайтесь. Был нрав добрый и его развратили куды и сообщества. Еще мы читаем, что написано в Писании «И будут верить о лжи». Вот меня всегда удивляет вопрос, почему люди верят о лжи? И так написано, будут верить о лжи. Верят, что земля плоская и не извинешь. Почему вот вопрос, а где вот эта точка? Почему раньше верили, верил, что земля шарообразная, потом раз худые сообщества вошел в интернет, развратили ум, нет, все плоское. Плоское и ничего не сделать. Можно слово сказать? Да. Вот сейчас мне в больнице лежу, принесли Евангелие сюда, но люди больные здесь лежат, понятно, хотят доброго слова знать. Тут неполадки небольшие. Доброе слово хотят знать, но тем более от Бога, это же последние инстанции. Ну вот в каждой палате практически говорят, а мы православные, я говорю, у меня вот Евангелие написано, патриарх Кирилл, но это ничего не значит, православные ничего никому не дают и не носят. Вот поверили же они в это. Я говорю, а где вы это взяли? Ну священники ходят к священникам, они там молятся в храмах. Священники говорят, никто никому ничего не даст, только в нашем храме. Поверили крепко-накрепко. Все практически не берут, приходится уговаривать некоторых. Так что ложь распространяется очень быстро и надолго проникает вглубь человека. Да. Ну с одной стороны это правда православные это кроме нас никто и не ходит. Они так и верят в это. А то, что в Писании апостолы ходили и Христос к этому призывал, они может быть это и не читали. А если читали, то не верят в это. Так они никто Писания не знает. Причем Писания даже понятия нету о том, что Писание надо знать. Это просто книжечка вот все с кем я беседовал. Никто ничего не знает. А ложь-то идет из уст священников. Священники это сказали в общем дело. В нашей церкви новозаветной. Да. И действительно этот же вопрос остается почему? Почему они поднимают в алтаре руки, молятся Бога и Бог им не говорит идите и проповедуйте Евангелие или хотя бы не запрещайте? или нет у тебя таланта? ты возьми свой отдай чтобы вернуть с прибыли ты сам не можешь. А то они сами не идут и других клеймят и вот беда еще какая. Но об этом тоже Писание предупреждает. Из вас самих восстанут лютые волки нещадящие стадо. Они это стадо не щадят, они его во лжи держат. И вовцы-то верят это лжи. А вопрос опять открытый. Почему? Сергей можно? Давай. У пророка Исаия 8.20 написано если законы и откровения не говорят как это слово, то нет в них света. Ты говоришь, почему там священник или кто-то вообще верит лжи? Говорится, почему они не идут на проповедь, хотя Господь посылает на проповедь? Все это из этого стиха выходит, что они даже не сравнивают. Слово Божие, никто не заглядывает, не сравнивает себя, каково его поведение, даже взять плоскую землю, он даже со Словом Божьим не сравнивает, что такое твердь, что птицы небесные полетят и так далее. Надо в Слово Божие вникать и молиться, главное молитва еще. Сергей, вопрос не отвечен, отвечает правильно, но не на твой вопрос. Почему один-то принимает, а другой никак не принимает, и ложь такая идет. Мы должны в совокупности, известной нам из Библии святой, держать в уме. Человек пал. И написано, на небе произошла война. 12 глава откровения Иоанна Богослова. И дьявол был сброшен, сошел на землю. Иисус говорит, я видел его, падшего с неба сатану, как молния. То есть он действительно здесь. И он реально подходил к Господу, не говорил отдаленно где-то. Сейчас поклонись мне, рядом. Вот поклонись только. У нас, когда реалии этих нет, мы не слышим голос. Ни дьявола, ни Бога. А вот когда душа избранная, вот откуда все идет. Прежде рождения изберу Якова. Якова возлюбила и Сава возненавидел. Вот теперь птица слетается к подобным себе. По ступеням. Вот следи, что я буду говорить. Он не избран. И голос неба он не слышит. У него нет участка в душе, через который слышится голос Божий, сожженная совесть. Чем человек грешнее, тем труднее ему принимать истину. И когда мы живем дальше, у нас накапливается опыт. Встречаешься часто, беседуешь, говоришь. Я про себя скажу. Мне никто не рассказывал, что такое Библия. Я нигде не слышал, что это именно слово Божие, Евангелие, не знаю. Но только мне дали ее на стол книгу, а сами обедали, в другую комнату вышли. Ну сколько обед продолжался там? Ну 25-30 минут. Они зашли, я уже готовый. Только осталось одно. меня вся внутренность содрогается наконец-то. Наконец я расслышал голос неба. Я сразу же попросил молиться. Они предлагают, а мне не надо даже предлагать молиться. У меня все внутри трепещет. Нашел, я по буковкам собирал, где-то в атеистической литературе вырезал. И я понял, они оставили новый завет, как сейчас помню в дерматинном черном переплете. Ни один человек меня не убеждал ни одной минуты. она душа все время жаждала, прислушивалась где, через кого. И где-то это проявлялось. Я никого так не любил, как бабушек, которые выброшены где-то. Сэкономить, помочь любыми путями не могу это объяснить, это от Бога. И вот это от Бога, это есть избрание. А сегодня, как я говорю об этом, да, конечно, с ума сходят попы. Какое избрание, что? Собирается там, ну и разговаривают. Благовец называется Томска, это про меня. Вот видишь, смирения нет, а вот там был один брат в монастыре, грузин, здоровый такой, и по неделе не ел. Так братья стали роптать, к настоятелю пришли, но это было с Макарием Александрийским. Братья стали завидовать ему, а он дней по 15 в рот не берет ничего, вяжет веревки стоит. Убери отсюда зависть такая стала съедать их. И он тогда, когда настоятель это уже услышал, он что стал делать? Он стал по столу стучать кулаком, ну, хулиганить в столовой у них, у монахов, подать мне жареного теленка с молоком, посты никакие не нужны. Ну, то есть превратился в неправославного. И это прославляется. Вот видишь, как он отвел от себя подозрения. То есть хулиганство. Есть такие, которые матерятся. Прямо написано, это материлась. Она что угодно может делать. И все оправдывается. Смирение. Под видом смирения зашел самый злобный дух. Смирение не может выражаться в грехе. Оно в душе. Они забывают, что если ты его не обличал, 3,18 из Экииля, я взыщу кровь его погибшего с тебя. Это мужество, это ответственность. Все перевернуто сегодня. Они сидят там и сгаляются, ищут такие примеры какие-то. Библии вообще нету. Даже под ногами ее нету нигде. Это объясняется избранием. Ты заряди в поисковик, посмотри слово избранного. Павел говорит избранным. Много званых, но мало-мало избранных. Он голос отца сразу услышит. Это не буковки на бумаге. Тебе как бы не физическим ухом ты услышишь. А у него этого нету. Я пытался доказывать, но после первого второго разумления отпрощайся. Это не только теоретика. Он не принимает. У него нету слуха. А что делать? Молиться теперь. Отойди от него. Отойди. Он еще больше ожесточаться будет. И начинай молиться. И даже во время, когда говоришь молись, и Бог внезапно ему открывает уши и глаза. Вот где корень. А он другого рода совсем. Он плоть. Они говорят по мирски мир слушает их. Но как я вас избрал, то мир не слушает вас. Вот в этом заключается. Объяснение только одно. Другой дух злобный сошел на землю в великой ярости ища кого поглотить. Он принял его к себе. Он слушает эту ложь. Дух лжи вошел в уста и в сердце этому человеку. И он самого лживого будет где-то встречать. Допустим 100 человек. Он сразу мгновенно выйдет на него. Его обязательно к стерлигу будет заносить туда. Величайшему лжецу Крашениннику там славе где-то что-то с чебаркули эти. Почему? Дух лжи вошел. И он ищет подобное. Вот чего я и боюсь в этих людях. Что как будут появляться лживые люди рядом я говорю ты сразу к такому подойдешь. Да нет. Да не может по-другому быть. Птиисты святаются подобным себе. Этих людей нужно особенно нежно теперь нести и молиться. Чтобы не просто он переменил мнение а отошел дух лжи. И он как очнется как показывает когда Хаттабыч говорит земля плоская иначе бы вода вылилась. Ну посмотри этот отрывок и он как парнишка на него повторяет а потом только отошел дернулся и глаза захлопали это просто не артист а гений какой-то пацан видно что дух лжи этот джин Хаттабыч чуть-чуть отшатнулся он аж сдрогнул пацаненок и глазами хлопает а что я говорил он не знает это он говорил что там пришивые люди на севере и земля только плоская это единственное верное стоит на китах и учительница татакахнула чуть в обморок не упала дух лжи вошел что вот этот фильм показывает они очень хорошо показали если ты это не принимаешь ты все время будешь чамкать а почему а почему потому что не избран дух лжи завладел сердцем и вот склоняет туда он отец лжи и когда читают отче наш не отец его наш отец отец лжи он отец всякой лжи 8.44 евангелия Тиана вот в этом вся суть я понял это не сразу и теперь спорить я никогда не буду с ним он не понимает склони голову отойти в сторону и плач ему не дано он не может у него органы чувств этих нету вот и все отошел да Володя говорил о свете вы говорили о зле о духе злоб и он сразу на память всплыл стих местописания Иоанна 3.19 да суть же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет запятая потому что дела их были злы ну это так дела то были злы так у многих были злы куда более злее чем Савл но он открыл сердце а другие как Иуда были избраны и потеряли в этом не все надо да да потому что избрание же тоже зависит от человека да чем добрее тем легче а поступающий по правде идет к свету то есть он путь проходит дабы явно были дела его дело чем грешнее тем блиннее ну избрание конечно тут большую роль играет решающую я не спорю конечно да причина в этом что сказано дела их злы но оттуда сразу второй вопрос ну почему более злые это каются а мели не злые это не каются да ну мы не должны это отбрасывать из слова Христа истинная чем человек праведнее живет тем легче открывается истина у него не завалены грехами но избрание было или не было повторяю никто не толкает человека я на корабле одни матерки я нигде не участвую а душа тоскует я понимаю у меня нету самого главного цели я знаю ад есть смерть есть вечное мучение грех но понятие голговской жертвы святыни что я искуплен мне не надо даже весь канон Андрея Критского считать там 205 грехов поминать просто я каюсь во всем я весь из одного греха состою вот мое какое представление было ад это для меня я в аду был но встреча со Христом мгновенно изменила когда рядом никого не было только в другой комнате были люди я с тех пор по другому никак не могу теперь совмещаются все места все места Библии без противоречия еще Микрофончик отключи шумы у тебя там или Наталья кто там загуляет я вас отключаю нет мы тебя слышим а просто там видно шевели что-то И вот такие шумы идут. И видно, что он сейчас выключил. А можно еще брать такую вот? Первая глава послания Галатам, апостол Павел, говорит такие слова. 16 стих, 15 и 16. Вот Игнатий Тихонович согласен с вами. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил «Открысь во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, и не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Вот это что-то такое, наверное, да? Да. То есть ответ, почему люди верят в лжи, потому что они не избраны. То есть такой напрашивается ответ, но и с этим трудно не согласиться. Ну, а если человек... Избрание-то тоже от кого зависит? От Бога или от человека? От обоих. Опять же, избранный или не избранный. Изберет его Бог или не изберет? Почему он одних избирает? И Савва возлюбил, а этого возненавидел. Эти почему можно задавать, задавать и задавать? Вот поэтому лучше остановиться и идти дальше. Так, 1 Корифянам 15.34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Толкование. «Как пьяным, говорит, отрезвитесь, как должно, то есть для пользы, ибо можно и трезвым быть неправедно, например, для совершения зла». Далее. «И не грешите, — говорит, — от этого-то вы и не веруете воскресенью, ибо те, кои сознают за собой худое, не соглашаются признавать воскресенье по страху наказания. «Не верующие воскресенье, не знают Бога, ибо не знают могущества Божия». Все могущества. Все могущества Божия. Не сказал, вы не знаете, но не знают, чтобы облегчить обвинение. «К стыду вашему скажу, поскольку довольно долго обличал их, то теперь утешает. Я, — говорит, — сказал это не по вражде и не в укоризну, но для пристыжения, дабы, когда вы устыдитесь и будете рассуждать, как должно, привести вас к исправлению». Вопросы? А скажите, отрезвление. Можно ли здесь сказать о том, что вот это состояние из пьяного отрезвения, можно ли сказать, что Бог допускает страдания? То есть страдающий плотью перестаёт грешить. И поэтому, наверное, это страдание и отрезвляет человека, приводит в чувство, к реальности. И он тогда думает о том, что что-то не то в моей жизни, надо изменяться, надо, наверное, оставлять свои какие-то поступки плохие. То есть страдание, вот тут, наверное, я думаю, рассуждение такое, я думаю, что оно тут очень будет близко в этом вопросе. Так, близко его место, я соглашусь, пожалуй. Соглашусь. Если бы меня Господь не наказал болезнью смертельной, я бы, может быть, и не уверовал. А вот когда лежишь на постели и страдаешь, и думаешь, что ты так же можешь умереть, как вот отец твой от такой же болезни на руках, ну и начинаешь задумываться и менять полостью жизнь, потому что умирать не хочется. И этим неверующим-то тоже умирать не хочется, но они избирают другой путь. А мы не будем верить, и поэтому нас Господь не накажет, как ребёнок. А вот, а я, говорит, не умру, один ребёнок, говорит, никогда, говорит, никогда, сколько это будет? А я, говорит, никогда не умру, говорит. И эти такие же, наивные. Все люди знают, что они умрут, а дальше, а суда нет. А почему нет? А потому что дела злые, и неохота за них отвечать. И поэтому избирают другой путь, путь о лжи. А ничего не будет. 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 А страдания, да. Здесь согласен. И Господь, да, отрезвляет через страдания, конечно. Трудно поспорить. Но опять же, самому из страдания святые не советуют. Так вот, ты пишешь, к чему может привести моё состояние, если у меня нет ежедневной смерти? И дальше, второй, как бы, сам вопрос. Страдания за Христову правду приводят к ежедневной смерти. Так получается? Ну, готовность к смерти, конечно, должна быть у каждого христианина. Если этой готовности умереть нет, то, конечно, это состояние нехорошее. Претерпевший же до конца спасётся. А если не до конца, то он не спасётся. Ну, и надо в то же время, мы каждый день благодарим Бога за это тихое, мирное время. То есть, за то, что мы можем пока ещё беспрепятственно благовествовать. Вот эти вот занятия нас пока не горят. То есть, души присоединяются, спасаются. То есть, мы бодрствуем, хотя и гонений нету. В чём это бодрствование? В том, что мы занимаемся Словом Божиим, собираемся, изучаем, наставляем друг друга, обличаем, исправляемся. Ну, во времена болезни, войны, гонений, конечно, это уже Господь к душам ищет иные подходы к душам, именно которые дремят духовно. Или какая-то вот ленность духовная, что нападает на людей. Так, ну давайте продолжим. Первое Коринфянам 15.35. Я хотел сказать, что ты говоришь, какая-то ленность. Никакая там настоящая. Господь в книге Откровения говорит об этом как раз. Бодрствую написано, бодрствую. Не то приду и сдвину святильник твой. Прямо церковь говорится. Об общине даже. И даже не о всей, но отчасти большой общины. Вот так. Да, да. Ибо ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. И просто уснула. Вообще мертвым его называют. Первое Коринфянам 15.35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут толкования. Не сказал, вы говорите для того, чтобы речь была приемлемее, когда будет разбирать слова, как бы иных неверующих. Два предмета подвергались сомнению. Один способ воскресения. Как воскреснет тело, однажды разрушившиеся другой. В каком теле воскреснут. В настоящем или ином каком-нибудь. Примером зерна разрешает оба недоумения. Мы читаем дальше. Первое Коринфянам 15.36. Читаем ответ на этот вопрос. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Толкование. Решение заимствует от того, что очевидно и каждый день совершается у них. Посему и наказывает их, называет их безрассудными, что они не знают такого ясного дела. Что, говорит, ты сеешь? Ты, тленный, как же сомневаешься о Боге. Не оживет, говорит, если не умрет. Употребил слова, идущие не к семенам, а к телам. Ибо не сказал, иначе не вырастет, если не разрушится. Но не оживет, если не умрет. Смотри, как дал речи обратный вид. Им казалось непонятным, как мы воскреснем после смерти. А он, напротив, говорит, что потому-то и воскреснем, что умрем. Ибо нельзя было бы иначе быть оживотворенными, если бы не было смерти. Первое коринфянам, 15-37. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое толкование. Два сказано было недоумение. Одно, как воскреснуть, другое, в каком теле. Первое, как воскреснуть, разрешил именно через смерть, как и зерно. Теперь, объяснив, в каком теле воскреснуть, разрешает и другое недоумение. Говорит, что воскреснет то же самое тело, то есть тело той же самой сущности, но в более светлом и славном виде. Еретики говорят, что воскреснет не то же самое тело, ибо это, говорят, выражает апостол, когда говорит, не тело будущее. Но апостол говорит, не это, а что? То, что ты сеешь зерно не таким, каким оно будет, не светлое и славное, но голое. Однако колос вырастает благолепный. И он не есть совершенно тот же, потому что посеян не колос. То есть не со стеблем, но голое зерно, но и не совершенно иной, потому что колос сей, не из иного зерна, но из этого голого. Понятно? Вопросы есть? Идем дальше. Первое коринфянам 15.38. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Толкование. Если же Бог дает тело, то что ты еще допытываешься, в каком теле мы воскреснем, и не веришь воскресению, слыша о силе и воле Божией. Ибо Бог воскресит разрушившееся тело, только воскресит благолепнейшим и худовнейшим. Это можно усмотреть и на семенах, потому что прозябшее семя сходит лучшим, чем то, которое брошено в землю. Эти слова беспрекословно заграждают уста еретиков, говоривших, что в воскресенье оживет тело не то же самое, но иное. Ибо вот слышишь, что каждому дается собственное тело. 1 Коринфянам 15.39 Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 1 Коринфянам 15.39 Воскресшими будет различие, на что и прежде намекнул словами, каждый в своем порядке. И говорит, что не всякая плоть такая же плоть, то есть не все воскреснут в одном и том же достоинстве, но будут иметь разность. Прежде праведники от грешников, как разнятся тела небесные от земных, потом будет большее различие степеней между самими праведниками, как ниже скажет, и между самими грешниками. Ибо, говорит, как есть разность между плотью человеков, и плотью скотов, и прочих животных, так будет различие и в наказаниях грешника. Итак, все, что не сказано о разности между грешниками, сказано о разности между грешниками. Ибо о праведниках, говорит, ниже, когда перечисляет тела небесные. 1 Коринфянам 15.40 Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных толкования. Здесь, как и выше, я сказал, указывает отличие праведных от грешных. Первых называет телами небесными, а грешников земными. И говорит, что иная слава праведников и иная грешников уже не слава, ибо всего не должно подразумевать, но жизнь. Час прошел, можно задавать вопросы. Не по теме. У кого есть ли здесь, пожалуйста. Алло, алло, Сергей, слышишь меня? Да, слышу. Братья, наверное, все слышат. У меня вопрос. 37-й, 38-й, 39-й, 40-й и дальше по 42-й стих. Вот эти все места. Вот читающий некий человек, который изучает индуизм, не может ли подумать, что здесь то же самое в Библии говорится о реинкарнации, о связи, так сказать, перерождений. Иные тела, иная слава, иная суть духовных тел и этих. Похоже это на это или нет? Ну, это надо у того, кто будет читать, спрашивать. Если я вот читаю полкованием еще, там уже, ни о какой реинкарнации и мысли нет. Тоже тело, тот живо. Иритики были, тут как раз о них и говорится, что они говорят, что иное тело будет. Вот это и есть реинкарнации. Они как раз и брали эти слова и читали по-своему. Естественно, и этот реинкарнатор так же может рассуждать, как и те тогда. Здесь и толкователь Блаженный Филакси обличает этих иритиков. А поэтому и они сегодня, есть эти иритики. Как поет Высоцкий, хорошую религию придумали индусы. Может, я думаю, может. Вполне. Поэтому мы и ведем занятия по толкованию святых отцов православной церкви. И молимся, чтобы не уклониться ни направо, ни налево. Ни в реинкарнацию, ни еще куда-нибудь. И дай Бог. Еще вопрос. Вопрос по поводу... Вот изображают Иисуса с длинными волосами на иконах. Это так и было, или как это, почему... Он же не был Назареем. Да. Написано, Назареем новичется. Идай Тихонович, ответьте на этот вопрос. Я правильный вопрос задала. Он не был Назареем. И он речется по городу Назареем. Как вот москвич. А он живет на Камчатке. Так вот, волосы-то рисуют длинные. Ничего не взято это. Ниоткуда. А так вот уже привыкли рисовать, и все. Он не был Назареем. И поэтому волосы для мужчины бесчестия. Павел говорит. Павел, ты откуда-то взял? Взял, что было? Пести. Только нельзя было, только ловисков. Он такой Христос и был. Волосы были длинные на висках. Вот сейчас-то, что смотрели, впереди говорили. Вот это-то важно. Реинкарнация. А возможно ли? Возможно любую ересь вывести из самой Библии. Если брать один стих. Но в другом месте написано так. Если, допустим, он возьмет этот стих. А мы должны сказать. Вот написано. Что всем нам надлежит умереть, запятая, а потом суд. Все. Не иринкарнация будет, но суд. Все кончилось. Человек умирает и дальше. И дела его идут вслед за ним. Второе место. Никаких перевоплощений Библия не предусматривает. Нету. И тогда, если просто брать, вырвать один стих. Ну, блаженны нищие духом. Ибо их есть Царство Небесное. Не надо ни церкви, ни крещения, ни причащения. Ну, уже нищие духом. Все, Царство Небесное с тобой будет. Так нельзя. Надо смотреть по всей Библии. Один стих дополняет другой. А вопрос, вот, где здесь задан, впереди там маленько недоговорили. Как же, что виноват тогда? Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Когда они еще не родились. Другое дело, если Каина возненавидел, когда он убил брата. Тут понятно. Но когда еще в утробе матери двойняшки были. Еще не вдохнули воздухом, а Бог его уже возненавидел. Потому что у Бога все в одном времени. Он вне временной. Ну, а почему? А может ли он это изменить? Вот второй-то вопрос. Вот это самое главное. Я-то этого не знаю. В первую очередь, Бог скрыл. Бог просто знает. И он к этому не подбивает его, чтобы он такой был легкомысленный. Он ему, совесть-то ему дал Бог-то. А он это ради корысти своей, ну, поесть надо было. За щечевичную похлебку все продал. Вот так в нашей жизни и бывает. Ну, а может ли так? Вот ты не предуздан был на погибель. А как-то переломить эту обстановку-то? Теоретически да, но практически нет. Теоретически тебе дан шанс быть другим. Но у тебя будут разные причины, чтобы не быть другим. Вот Павел гнал, но однако от утроба матери меня избрал. Теперь он рассматривает свою жизнь и говорит, когда я гнал, был избран Богом на апостола, чтобы я благовестовал. Когда я убивал и голосовал, чтобы убивали христиан, в это время я был избран. Но я затоптал этот голос. Вот это надо до конца договаривать. Бог знает. Знает. Вот в этом весь смысл. А тогда за что судят? Павел единственный вопрос, который не отвечает. Именно здесь он как бы закричал. А ты кто, что споришь с Богом? Замолчи. Скажет ли, горшок горшечнику не таким меня сделал. Он предузнал. Но быть избранным или неизбранным зависит от тебя. Дал свободу выбора. Я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем вам умирать? Нам трудно это совместить. И поэтому у протестантов было... Одни считали предопределение это главное, а другие считали предопределение можно переломить. А как? То и другое верно. И одно другое не исключает. Спорить вообще не о чем. Да, предузданно. Бог знал. Это избрал меня. Прежде бытия мира написано. Избрал нас. Еще в начальных пылинах Вселенной не было. Молекул не было в космосе. А он уже нас избрал. Кому открыться. Потому что он предузнал. Но в моей жизни и у каждого все содействует тому, чтобы мы приняли Христа, обратились, поверили в искупительную жертву Его. Что спасение дается даром. Православные прямо-таки смеются над этим. Это сыр мышеловки даром. Придумали тоже. Праведники вон как в пустыне подвязались. Они отвечают правильно. С условием только одним. Что Христос не приходил на землю. И Евангелие не было написано. Тогда все правильно. Монашество все на месте стоит. Но если есть Христос и искупительная жертва, все выглядит по-другому. Воззови ко мне. И я совершу на тобой избрание. Почему протестанты баптисты это знают, православные не знают? Потому что благодать обращающая их коснулась, благодать призывающая у них в полноте, а освещающей нету. И поэтому засохли на первой ступеньке. А православные даже на первую ступеньку не залезли, уже третью пытаются присвоить. Идут прищищаться. Работы непочатый край. Со всеми вместе. Все. Вопросы, пожалуйста, еще по-все есть. Можно еще один задать? Можно. Вот у меня вопрос. Во время Великого Поста выпадает праздник у евреев. И этот праздник, он описан в книге «Сфирь». То есть это праздник жребия, когда Господь спас народ Израиля от злодеев, от войны и от погубления. И есть ли вообще упоминания об этом празднике в первых христианах? То есть апостолы были вы, видите, евреями? Ну, праздновали ли они это? Отмечали этот праздник как-то? Он ведь описан в Библии. Отвечать? Отвечать. Да. Церковь приняла каноны, что если празднуешь все время их праздники, анафема тебе. Поэтому не разделяйте никаких еврейских праздников, никакой мации в рот не бери. И в синагогу к ним не заходить. Каноны все это четко прописали. И поэтому, если стал православным, даже ты, иудей, все прежде ушло. Теперь все новое. И поэтому туда уже взор не обращать. Ни одного праздника нигде церковь не благословляла, а наоборот, предала как бы проклятию. И поэтому вот есть три условия, необходимые для определения, когда Пасха будет. День весеннего равноденствия, день равен ночи, когда будет 21 марта. После этого первая полнолуния, после этого, и за полнолунием не меньше трех дней должно быть до воскресенья. А если меньше, то еще неделю накидывается. Но еще при условии, но это уже так вот эти условия, видимо, как раз высчитывают, что никогда Пасха не совпадает с еврейской. Никогда. Это запрещено канонами. Притом не одним, а разными вселенскими и поместными. Все. Вопрос можно? Да. Не по теме, так, что православная церковь говорит по поводу инопланетян? НЛО, вот это вот. Демоны, бесы, бесы. Это подготовление престола Антихриста. Он является, и они какие похожи на демонов, какие появляются, маленькие ростом, их видели, они откуда приходят, проваливаются под землю, то вылетают из воды демоны. Нет других миров. Нету. Ничего больше нету. И поэтому говорить о них, ну, только тогда и не говорили, они по другим видам являлись. А развивается техника, больше люди, привязанные к инопланетянам, в таком виде они являются. Ты, вот девушка, вздумала выйти замуж. Ну, что она? Ну, чтобы, конечно, приятно выглядела. Жених-то тоже надо было, чтобы было. При деньгах был. Я недавно прочитал такое. Говорю, так как так-то, вот такая вот ты, и такой муж у тебя верующий, так я, говорит, молился. Я молился, чтобы Бог дал мне хорошего жениха-то. А он не молился, и поэтому у него я такая, какая есть. Вот и все. А один даже и говорит, Господи, ну, вот ты сотворил так. Я видел ее, просто ангелом называл. Но стали жить в первом году, она у меня ведьмой стала. Почему? Господь говорит, я сотворил девой, а женщинами, это вы их сами делаете. И поэтому пожинайте, что нужно вам. Так и здесь. Мы должны помнить, как было и чего мы хотели. Все. Андрей из Белоруссии. У тебя вопрос есть? Да, один вопрос есть. Задавай. И микрофончик потом отключишь, а то у тебя шумит там. Хорошо. В Деянии Апостольских есть слова такие. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Вот, не требует служения рук человеческих. Здесь вещь, что то, что они делали руками человеческими и себе идолов и капища строили или что-то другого. Да, это 17-24, Деяние Апостолов именно об этом и говорит. А то они применяют к тому, что вот вы рукой креститесь, Бог не требует служения рук человеческих. Я говорю, а руку поднимайте голове и хает Гитлер, кричите, положено вам руку поднимать? Когда написано, говорит, без гнева и сомнений, поднимайте руки. Бог не требует нужды. Дальше следующее из предложения как раз объясняет. Он не требует как бы имеющих в чем-то нужду. Богу не надо скрываться от дождя. Он, видя то, что они делали, как раз об этом говорит. Вы понимаете абсолютно правильно. Ну, все у меня. Еще вопросы? Тогда продолжаем. Если у кого-то возникнет, можете задавать. Первое калифином 15-41. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Полкование. Как немного прежде сказал о различии в телах грешников, начав с людей и потом упомянув о птицах, скотах и рыбах, потому что и грешники, быв сначала людьми, не спали потом до уподобления бессловесным. Псалом 48-21. Так теперь показывает разности в праведниках. Все говорит в славе, но иной свет у солнца, иной у луны, и у какого не случится тело, ибо и звезды от звезд разница в славе, то есть в свете, ибо славу звезд составляет свет, а из того, что привел солнце, луну и звезды, видно, что речь идет о них. Вопросы. 1 Коринфянам 15-42. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, со многим различием, как видно из выше приведенных примеров. Выше говоря о семенах, употреблял слова, приличные телам, когда, например, говорил, не оживет, если не умрет. Стих 36. Теперь, говоря о телах, употребляет слова, приличные семена, ибо, говорит, сеется в тлении. Под сением же, разумеет, теперь не значение, не зачатие наше в утробе, но погребение мертвых тел в земле. Как бы так говорят, говоря, мертвое тело погребается в земле в тлении, то есть для того, чтобы истлеть. Хорошо так же сказал, восстает, а не всходит, дабы ты не счел это делом земли. Вопросы? Продолжаем. Первое кайфонам 15.43 Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Толкование. Ибо что уничиженное, ибо что уничижение мертвого, но воскреснет в славе не тление, хотя и не все получат одну и ту же часть, ибо не пройдет и пяти дней, как плоть не сможет противостоять тлению, но воскреснет в силе не тление, не подлежа уже никакому тлению, хотя для грешников не тление послужит к большому наказанию. Вопросы? У меня вопрос есть. Скажите, пожалуйста, если, например, умирает человек верующий, христианин, пристает перед Богом, и он уже тогда, если он нес поношение на земле за имя Христа, то там он будет прославляться за это унижение, да? Или если он был убиенным, убили его за это самое, за имя Христа, то он будет тогда там прославляться за это. Или если грешник умирает, то будет ему там еще хуже. Так? Так. Угнать Тихонович, ответите. Есть такая книга, его называют «Отец мировой педагогик» и «Я на мост Каменский». Он подробно это описывает. Для одних мучения начинаются здесь и продолжаются в вечности, как у Иуды. Для других здесь мучения заканчиваются царством, если они благодарят Бога. Как правило, мучимые просили мучителей только об одном, дать им время помолиться, хотя бы пять минут. И как правило, молятся о мучителях, просим, Господи, не знают, что творят. И вот это рассуждение о воскресении из мертвых должно стоять во главе всего. Вот у нас написано на алтаре «Христос воскресе». Ну, обычно бывает так, сделает и убирает. А что убирать-то? Пусть каждый день нам это напоминает. И рассуждение о смерти говорит как раз именно, что мы умрем. Помни о смерти, о последнем дне твоем, говорит Серахов, и вовек не согрешишь. А почему тогда о гиене? Иоанн Затонс говорит так. Если бы люди были свободны от наказания, многие презрели бы и Царство Небесное. Ибо наказание, угроза наказанием более содействует спасению, нежели обещание будущих благ. Ну, и обычно как? На дорогах и везде. Ну, не говорят, будешь соблюдать все правила, тебе там награда какая-то будет бесплатно, талончик дадут. И сыну везде наказаны. Смотри, не нарушай, а то вот тебе. И статьи все об этом говорят. Это страх есть узда. Почему жена Ленина, Надежда Константина Крупская, это понимала, говорила, религия узда для масс, страх Божий в этом. Если страха Божия нет, Пимен Великий говорит, начни сначала. Вот особенно это у протестантов, ну, у баптистов, других еретиков, там, везде, что бояться-то? Совершенная любовь изгоняет страх. Правильно, изгоняет, а оно у тебя совершенное. Совершенной любви люди достигнут только вечности. Здесь мы спотыкаемся. Вот этого любить надо, когда он такие пакости делает. Будешь любить, но может не в первую минуту даже, уже все не так пойдет. Если говорится, об этом надо внимательно посмотреть. А как до нас люди шли? Вера во Христа наставляет на истинный путь. Если страха нет, Пимен говорит, начни сначала. Игнатий Бричинин об этом говорит. Вот они говорят, я как уверовал, сразу полюбил, люби, жизнь свою отдай за другого. Это одни слова. Разве кто решится, Павел говорит, отдать, пожертвовать? Разве только за благодетеля, который тебя тоже спасал где-то, и ты за него пошел? Разве только? А тут ничего нету, слова одни. За жизнь свою, кожа за кожу, а за душу свою человек все отдаст. Сатана это знает, про его сказал. И поэтому разговор о смерти должен быть постоянным. Рассуждение о гиене, о наказании, ежедневным разговором должно быть, говорит Иоанн Златоуст. Это более содействует спасению. Как бы не попасть? О, только бы не погибнуть. И поэтому жизнь свою преображай в этом страхе. Совершенная любовь изгонит страх только в вечности. И апостол Павел говорит, мы спасены в надежде. Не просто, а ты спасен? Это в описке. А пусть и так, они прям сразу же выскакивают. А ты спасен? Да Бог его знает. Я принял спасение, оно даровано. Многие потерпели кораблекрушение в вере, не без веры, в вере. Они эти стихи вообще не читают. Ну, я все равно, я избранный, да откуда ты знаешь? Да избрание можно потерять. Говорит, спасены в надежде, я надеюсь. Павел говорит, не достигнули, и я, как достиг, меня Христос. Я желаю разрешиться быть со Христом. Проповедую другим, чтобы самому не оказаться недостойным. Я бегу не так, чтобы руками только махать, воздух бить, но получить венец. Смотрите, чтобы кто не восхитил венец, уже наложен на голову. Другой быстрее тебя бежал, больше подвязался. И это будет снято. Вот сколько мест писания, которые говорят, утверждать, что ты непременно будешь в раю. Нет основания. Это хорошо у православных показано. Везде. Я грешный согрешил в уме помышления, осмирения. Правильно, но не вдаваться в панику. Я надеюсь на Бога. И эту радость спасенного грешника надо все время в себе возгревать благодарностью к Богу. Ты знаешь, немощи, Господи, ухвачусь за Ризу, волоком буду тащиться, но уже не отпущусь от тебя. Отошел. Еще вопросы? 1 Коринфянам 15 44 Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Толкование. Душевное тело то, которое управляется силами души, и в котором душа имеет господство и владычество. Духовное же то, которое имеет обильную деятельность Духа Святого и им управляется во всем. Ибо хотя и ныне Дух действует в нас, но не так и не всегда. Ибо от тех, которые грешат, отлетает. Хотя и ныне Дух присутствует, но управляет телом душа, а когда Дух непрерывно будет пребывать в телах, а тогда Дух непрерывно будет пребывать в телах праведников. Или Духовным просто называет тело нетленное, как тончайшее и легкое, могущее носиться и по воздуху, только не воздушное и эфирное, то есть не из сущности воздуха и эфира, как говорит Ориген. Если же ты не веришь ни тлению, то посмотри на тела небесные, которые доселе не стареют и не ослабевают. Тот, кто сотворил их такими и наше тленное тело сделает нетленным. Есть тело душевное, то, которое мы ныне имеем в настоящей жизни. Есть тело и духовное, то, которое будем иметь в будущем веке по существу то же самое духовное, то есть нетленное. Хорошее замечание на сравнении. Люди умирают, а Солнца-то нет, оно вот как и Луна столько веков стоит, и это доказывает, что не ныть тела. Так, 1 Коринфянам 15.45 Так и написано, первый человек Адам стал душою живущим, а последний Адам есть дух животворящий. Толкование первое точно написано Бытие 2.7, а второе не написано, но поскольку оно случилось по связи событий, то говорит, что написано. Подобно и пророк Захария 8.3 сказал об Иерусалиме, что он назовется городом правды, но он буквально не был так назван. Евангелие назвало Господа Эммануилом, Матфея 1.23, однако он не назывался так, но дела дают ему такое название. Итак, первый Адам был человек душевный, то есть имел тело, управляемое душевными силами, а последний Адам Господь Дух Животворящий. Не сказал в Духе Живущий, но выразил нечто большее Животворящий, ибо Господь имел Духа Святого существенно соприсущего ему, и он оживлял свою плоть, им же и нам даровал нетление. Итак, в первом Адаме мы получили залог настоящей тленной жизни, а во Христе будущей. Первое Коринфянам 15 46. Уже все, Сергей. Еще минута. Но не духовное прежде, а душевное. Потом духовное толкование. Дабы кто не сказал, почему мы ныне имеем тело душевное и худшее, а духовное только еще будет. Говорит, потому что в таком порядке поставлены начало того и другого. Адам прежде, а Христос после. Потому наше всегда идет к лучшему. И будь уверен, что то, что ныне в тебе тленное и худо, преобразится в нетленное и лучшее. Аминь. Аминь. Занятия закончены поблагодарим Бога. Достойно истеково истину блажит дитя Богородицу пресно блаженную и пренеборочную и Матерь Бога нашего честнейшую их не рубим и славничую без сравнения с терапием без исцления Богослово рожжую сущую Богородицу тебя величаем. Отец наш небесный мы предстали перед твоим величием и просим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа прими нашу молитву укрепи нас в вере благослови достигнуть желаемой пристани царствия твоего не дай впасть в соблазн не усомниться в вере которую ты даровал церкви хвала тебе за все отец сын и святой дух аминь так я тут кого-то попрошу на меня кто-то выйдите проверить почему у меня нет глазок или только Сергей так Андрей попробуй на меня выйти хорошо еще кто-нибудь хорошо